Моцарт потряс Вену своим весельем. Моцарт принес в музыкальное сознание слушателя середина XVIII века одну удивительную вещь. Музыка может быть смешной. Музыка и уже в шесть лет он становится одним из самых знаменитых обезьянок Европы. Музыка и уже в шесть лет он становится одним из самых знаменитых обезьян. Иногда Моцарт в музыке рассказывает такие тайны, опускается на такое дно познаний человеческой натуры, которую вы просто не можете пережить, ибо это ваша личная тайна, а он рассказывает о ней всем. Музыка и уже в шесть лет он становится одним из самых знаменитых обезьян. Никто до этого не мог сделать этого чуда с музыкой, не мог сделать этого чуда с условной сказочной историей, чтобы вдруг за всеми этими драконами, волшебниками, черными магами-монастатусами угадывались реальные люди. Что сделал Моцарт? В фигуре волшебника Зарастова, который является отцом девушки Памины, он изобразил самого известного масона своего времени, фон Борна. Игноца фон Борна-человека, родом из Трансильвании, в роду которого были потомки графа Дракуы. Повисла гробовая тишина, а потом чей-то голос произнес, это гениально, а следующий откликнулся, это невозможное хамство. И все. Буря аплодисментов смыла все остальные реплики. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ